В любом деле, который делаешь первый раз, есть положительные стороны и отрицательные. Отрицательная сторона то, что у меня нет опыта читать лекции не врачам, а положительное то, что за 20 лет своего стажа, это, наверное, первый раз такая мотивированная аудитория, чтобы в субботу вечером и с таким желанием, ну, мне остается только оправдать ваши ожидания. Сейчас попробуем, как работает техника, как я с ней справляюсь. Значит, если задуматься, кожа совершенно уникальный орган. Потому что, во-первых, услышьте меня, это орган, такой же, как сердце, печень, селезенка, но единственный, который находится на границе сред. Что это значит? Значит, этот орган единственный, который испытывает влияние как внешней среды, так и внутренних органах, внутренних систем. Следовательно, нагрузка колоссальная. Посмотрите, какие факты, я их не буду озвучивать. Огромная площадь, масса содержит, может накапливать в себе очень большой объем крови. Тем самым, например, не давая перегреваться жизненно важным органам. Когда на улице очень жарко, нам надо, чтобы мозг и сердце не перегрелись. Что кожа делает? Она огромный объем горячей крови накапливает в себе. Когда мы замерзаем, нам надо, чтобы не замерзло сердце и мозг. И кожа отдает эту кровь. Мы не думаем об этом, но мы синеем для того, чтобы спасти голову и спасти другие органы. Вот такое у нее строение. Если слушать рекламу, 10 слоев, через которые проходит крем, ничего подобного. Слоев всего три. Это эпидермис, дерма и подкожно-жировая клетчатка. Сверху, вот то, что беленькие такие чешуйки, это то, что нам очень хочется как-то снять с себя. То, что называют роговым слоем. Вот такие клеточки, погибшие клеточки, называются корнеоциты. Девочки ходят, делают пилинги, используют скрабы. Очень хочется, чтобы мертвые клеточки ушли, отпали, умерли окончательно. А оказывается, есть целая наука, которую придумал профессор Клигман и назвал ее корнеология. Наука об этом слое. И он сказал, ничего подобного. Эти клетки не мертвые. Это динамичная, живая и очень активная ткань, которую можно представить как кирпичную стену. Почему как кирпичную стену? Ну, клетки – это кирпичи. То, чем они связаны – это цемент. Но есть еще одно понимание. Кирпичная стена, которая защищает все, что лежит под ней. Если роговой слой целостный, если он ничем не нарушен, в том числе и нашей самодеятельностью по отношению к коже, кожа абсолютно защищена, и все живые клетки под ней функционируют так, как им положено. Следовательно, что же делать? Оставить этот слой в покое, и кожа будет прекрасно существовать. А что происходит на самом деле? Мы используем воду, мыло, мочалку. Что мы хотим? Мы хотим вымыться, мы хотим очиститься, мы хотим стать розовыми и гладкими. Но мы не случайно вставили вот этот слайд с ржавой водой. Да, если вы живете на термальных источниках, вода, конечно, это благо. Но это не про Нижний Новгород, и не про Волжскую воду, и не про наши трубы, не про нашу систему канализации. То есть вода в случае с нашей территорией – это очень агрессивный фактор. Что такое мыло? Мыло – это щелочь. PH кожи слабокислая. Эта PH обеспечивает кожу защиту от микроорганизмов, от грибов, бактерий, вирусов. Защелачивая кожу, мы оставляем ее без этой защиты. А мочалка, любая мочалка, натуральная, искусственная – это абразив. То есть вы хотите удалить что? Грязь. Кто, коллеги, работает трубочистом? Кто кладет из вас рельсы? Кто загрязняется так, что это загрязнение надо удалить вместе с роговым слоем? Почему-то никто руки не поднял, да? О, есть одна рука! Тогда для вас действительно может быть мягкая мочалка – это то, что нужно. Вот к чему приводит эта сухость кожного покрова. Может быть, картинка и страшная, но, если честно, зимой иногда мы видим на своей абсолютно здоровой коже такие же симптомы. Почему зимой? Потому что зимой в квартирах очень сухо включается отопление, и воздух в квартире высыхает, и вода начинает из кожи уходить. Мы даже растения зимой опрыскиваем, кожу нет. Кожа как-то должна справиться с этими внешними факторами самостоятельно. Мы увеличиваем ее нагрузку. Поэтому что же делать? И вот здесь нету представителей, производителей косметических препаратов. Нет? Тогда я свободна в том, что мне хочется сказать. Здесь два простых вывода. Первый вывод – это надо закрыть кожу, надо закрыть роговой слой, чтобы не дать воде, которая в коже имеется, испариться. Первый слой. Да? Просто закрываем. Вазелин, ланолин – то, что очень просто и нам прекрасно известно. Очень дорого это не стоит. И вторая возможность – это чуть-чуть пропустить в кожу осматически активные вещества, которые на себя подтянут воду из более глубоких слоев и немножко в коже задержат. Это глицерин. Тоже не очень дорого, да? Все остальное, коллеги, это фантазия. Потому что кожа – орган непроницаемый. Если бы кожа была органом проницаемым, мы бы не выжили. И дня. То, что из внешней среды, не может проникнуть через кожу. Следовательно, и для того, что продается в очень дорогих тюбиках и в очень дорогих баночках, этот закон тоже существует. Кожа непроницаема. И для этих веществ. Вы, наверное, слышали, что есть препараты лечебные, которые используют в виде пластырей. Да? Нитроглицерин. Или сейчас борются с курением, предлагают никотин через кожу в пластырь. Вот, может быть, еще 2-3 препарата назову, и все. А как было бы удобно? Не делать инъекции. Инъекция – это все-таки инвазия. Инвазия всегда грозит какими-то побочными эффектами. А здесь намазал на кожу, и сердце стало биться равномерно. Волшебный препарат. Их почему-то нет. А почему? А потому что очень сложно ввести что-то через кожу. Нужен специальный транспорт. Этих препаратов мало, и они дорогостоящие. Поэтому надеяться на то, что мы что-то на кожу волшебное намажем, и это волшебное сделает нас молодыми, лет на 10 моложе хотя бы, не приходится. Ну, в настоящее время это так. То, о чем я вам рассказывала, это были корнеоциты и роговые чешуйки. Это строение эпидермиса. В этом эпидермисе очень мало клеток. Но еще одна клетка, которая присутствует, вот здесь вот красная, очень похожая такая на рога. Да? Рога есть у этой клеточки, она похожа на клетки нервной системы. И пришла-то она в кожу как раз из зачатков нервной системы. Клетка, которая называется меланоцит. Клетка, которая тоже несет в себе защитные функции. Что делает эта клеточка? Лежит над клетками базального слоя, над клетками, которые активно размножаются, и защищает их. От чего она их защищает? Давайте посмотрим. А чтобы нам посмотреть, нам надо запустить видео. Вот такая дендритическая клетка, клетка с отростками, занимается функцией производства меланина. Известное нам вещество. Производит она их внутри себя, и дальше у нее есть задача. Вот этот меланин, который затем упаковывается в меланосомы, потихонечку по специальным каналам продвигается к кератиноцитам. И ложится над ядром. Ядро – самое уязвимое место. Ядро – это носитель информации генетической. Смотрите, как ложится зонтиком. Закрывает. От чего закрывает? От ультрафиолета. Следовательно, когда мы с вами загораем, загар – это защита. Меланоцит пытается как-то защитить вот эту ДНК. И если все-таки ультрафиолет повреждает ДНК, происходит разрыв связей. Вы знаете, как они по принципу комплоентности связываются между собой. Здесь происходит необратимый разрыв, образуются димеры. И с этого момента клетка становится другой, биологически другой. Она становится основой для развития злокачественной опухоли. И весь ужас в том, что клетка эту информацию запоминает навсегда. Повреждение могло произойти в пятилетнем, десятилетнем возрасте. А последствия мы увидим с вами через многие десятилетия. И исправить это практически невозможно. При таком повреждении на коже из доброкачественных невусов, из доброкачественных родинок или на видимо здоровой коже начинают развиваться опухоль, которая называется меланома. Опухоль, которая на сегодняшний день очень плохо поддается лечению, практически не лечится. Лечится только на самых ранних стадиях развития путем иссечения. Если для других опухолей есть химиотерапия, лучевая терапия, то для этой опухоли, которая выглядит вот так совершенно безопасно, коричневым пятном на коже, есть только один метод. Рано диагностировать и иссечь. Тогда человеку можно спасти жизнь. Видите, меланокорнеоцит, вот клеточка с ядром спрашивает, что с тобой, чего ты плачешь, да? Она опять загорает. Что, говорит, мне делать? Ничего не могу сделать, я огорчаюсь. Посмотрите, какая статистика. 5 миллионов человек в США получают лечение от рака кожи ежегодно. Эта заболеваемость превышает заболеваемость всеми другими злокачественными новообразованиями. У двух из десяти американцев в течение жизни разовьется рак кожи. Коллеги, почему США? Потому что США богата статистикой, да? Они просто этим занимаются. Мы не занимаемся. Она у нас была бы, наверное, такая же. Каждый час практически от меланомы умирает один человек. Более 80% причины меланомы – это ультрафиолет, это солнце. И посмотрите, какие возрастные группы. Это не люди, приближающиеся к 8-9-10-летию. Это молодые, 25-29, 15-30 лет. 5 солнечных ожогов удваивают риск меланомы. Более 5 солнечных ожогов в юности – риск меланомы на 80%. Что делать? Не загорать, не использовать солярии, использовать солнцезащиту, не злоупотреблять с ультрафиолетом. Всемирная организация здравоохранения включает ультрафиолетовое излучение в число самых опасных канцерогенных веществ наравне с плутонием и сигаретами. Сами вы все прочитаете, не буду зачитывать. Хочу только показать. Видите, какая цифра? Если есть солярия, значит, это кому-то выгодно. Не будем поддаваться, не будем вкладывать в эту копилку еще и свой рубль. Мы уже видели эту картинку. Мы поговорили о эпидермисе и поговорили о клетках, которые выходят в эпидермис. И еще один очень интересный придаток у эпидермиса есть, который называется волос. Это придаток эпидермиса. И у волоса есть добавочка. Сальная железа. Вроде все добавочки. Вроде все такое небольшое. А такие большие проблемы вызывают. Всем хорошо известно? Да, проблема? Проблема акне. Проблема угрей. Это проблема, которая, наверное, на сегодняшний день вызывает самый большой интерес у молодой аудитории. Вызывает самое большое количество мифов. А какие мифы? Мифы – это то, что еда как-то влияет на развитие акне. Акне, угри, прыщи, угревая болезнь – все синонимы, все может использоваться наравне. Что акне возникают от воздействия грязи. Что акне можно лечить солнцем, чистками и пилингами. Это все мифы. И эти мифы можно посмотреть, как развенчиваются в научной литературе путем доказательств. Ну вот несколько статей привела. Там вот семечки влияют или нет. Серьезная научная проблема. Взяли две группы. Одну кормили семечками, вторую не кормили. Диета, курение, фамильная история. Черный шоколад влияют или нет на акне. Но могу вам сказать, что на сегодняшний день доказано, что практически все эти факторы на акне не влияют. Но все, конечно, в определенном количестве. Если вы съели маленький кусочек шоколада, ничего не случится. Если вы одну шоколадку за другой подряд, то может действительно на лице что-то появиться. Но это уже потому, что происходят системные сдвиги. В крови меняется уровень инсулина. Патогенез акне достаточно сложный. Но посмотрите, в нем совершенно нет никакой зависимости от того, что мы съели, выпили. Или от того, какие внешние факторы на нас подействовали. Самое главное, с чего все начинается, это с гиперсибореи. Сальная железа, вот этот придаток кожи, начинает очень активно работать. Но бог бы с ней она активно работала, мы бы просто с вами блестели. Наша кожа была бы жирная, а голова бы шелушилась и покрывалась перхотью. Никаких бы акна не было. Но проблема вся в том, что выводной проток железы, через который сало должно вытекать на поверхность, закрывается. Как вот сейчас мы закроем дверь сюда. И через несколько часов, как запланировали организаторы, три лекции по 30 плюс 15 обсуждений, в этой аудитории закончится кислород. И создадутся анаэробные условия, в которых начнут размножаться пропионы бактерий акна, которые есть на нашей коже в норме. Но в анаэробных условиях они очень быстро размножаются. Любые бактерии вызывают воспаление. Вот и все пути патогенеза. И лечение каково должно быть? Вот на эти четыре пути патогенеза мы должны как-то воздействовать. Вот закрытая эта железа, видна на коже, как комедон. Черная точка или белая точка. Нет этих точек, открою вам секрет, это уже не акне. Вот так образуется комедон. Это то, что мы видим. И вот на этой картинке я вам еще расскажу один очень важный момент. Когда появляется эта точка, у всех очень большое желание что сделать? Ну, в общем, вы не произнесли, но я точно знаю, что у вас в голове. Ее надо выдавить, да? Открыть дверь и все выльется. Это логично. Было бы, но не для кожи. Значит, вот то, что делают косметологи, то, что делается в косметическом кабинете или утром около зеркала непослушными руками, к чему приводят. Очень большое желание действительно надавить, чтобы пробка вылетела. Но это ведь мешок, заполненный чем? Мы с вами уже знаем. Кожным салом, пропионобактериакно, чешуйками, всякими воспалительными клетками. И как любой мешок, при увеличении количества жидкости он растягивается. Стенка истончается. Когда вы на него нажимаете, вы предполагаете, что он откроется сверху, а он лопается снизу. И это все вытекает в ниже лежащие слои кожи, там, где кожа с такими компонентами никогда в жизни не встречалась. Следовательно, как навстречу с любым антигеном, чужеродным веществом, кожа ответит острейшим воспалением. И это острейшее воспаление закончится образованием рубца. Поэтому я против чисток, но в первую очередь я против того, чтобы люди трогали лицо руками. Это должно быть под запретом. Вот такие вот пропионобактерии акно, которые волшебным способом влияют на само кожное сало и через разные механизмы вызывают воспаление. Нам точно не хочется, чтобы это все вылилось внутрь кожи. Что хотят пациенты, которые приходят, чтобы мы им помогли? Чтобы все было волшебно быстро. Назначите мне одну мазь, и мне бы через неделю хотелось бы предстать совершенно чистым лицом. Так не бывает. Это хроническое заболевание, которое длится годами, может уходить с человеком в третье, в четвертое, к сожалению, десятилетие. В случае адекватного лечения, назначенного врачом, первые положительные признаки на лице появятся только через месяц. Улучшение, видите, на 20% через два месяца, на 30% через три. То есть лечение должно быть длительным. Иногда говорим постоянным. Я говорю своим пациентам, поставьте препарат для лечения акне вместе с зубной пастой и зубной щеткой. Не забыли почистить зубы и не забыли помочь своему лицу поправиться. Ну и еще один интересный факт. Вот насчет питания все-таки есть один момент доказанный. Чем выше масса тела, тем тяжелее человек болеет угревой болезнью. Поэтому здоровое питание, сбалансирование питания, контроль за весом – это один из факторов в лечении угревой болезни. Я вас должна обрадовать. Я закончила. Спасибо за внимание. Друзья, вопросы? Сдаем микрофон. Добрый день. Слышал, что военные, сейчас очень модная тема войны, изобрели какое-то покрытие кожи, тела для того, чтобы в тепловизоры не было видно. Ну, вполне возможно. Но единственное, что испарение все равно должно происходить, то есть теплоотдача. Если ее не будет, а кожа – это основной орган, отвечающий за теплоотдачу, что будет с организмом, который под этой кожей? Бог с ним его не увидит враги, так он погибнет сам от перегрева. Мы все очень хорошо, красочно поняли вашу историю о том, что ни в коем случае лицо не стоит трогать, и вот эти белые или черные точки пусть живут себе своей жизнью. Но все-таки хочется их как-то убрать. Если не ковырять, то как? Безусловно. Вот я вам специально показала четыре фактора патогенеза, и в этих факторах есть как раз момент, когда эта пробка образуется. На эту пробку действуют кератолитические, то есть препараты, которые растворяют эту пробку, а есть препараты, которые не дают ей формироваться. Просто ведь нам волшебным образом хочется, чтобы этой пробки не было завтра утром, а ее не будет утром, но через четыре недели. Скажите, пожалуйста, сейчас очень модно наносить на кожу разные масла, разбавлять их эфирными маслами. Как вы к этому относитесь? Я плохо к этому отношусь. Если уж и наносить, то то, что прошло проверку, то, что имеет какой-то сертификат, как минимум, для косметических, для масел вообще никакого сертификата, это самодеятельность. Если это косметическая продукция, то все-таки хоть какой-то контроль хотя бы на микробную обсемененность, на то, что этот препарат не прогоркнет через 24 часа после того, как вы открыли. Но самое лучшее, что может наноситься, это вот, она называется аптечная косметика. Это препараты, которые все-таки проходят намного больше уровней проверок для того, чтобы попасть на кожу. Кожа вообще с маслами очень своеобразно дружит. Она, например, очень любит масла авокадо и совершенно не приносит растить. Масло оливковое, как ни странно. И очень хорошо, например, масло подсолнечника. Но в плане самодеятельности, вы знаете, коллеги, а есть ли аллергическая реакция, да? А если это масло попадает в волосяной фолликул, значит, на следующий день все эти волосяные фолликулы выступят в виде гнанечков, да, как массажные акне. То есть это все известно. Вы можете попробовать. Можно я задам вопрос? Вред ультрафиолетового излучения, очевиден, доказан наукой. Но всем нам очень... Сейчас Яков Михайлович спросит меня про витамин D. Всем нам нравится ощущение теплого солнышка на коже. Нравится вид загорелой кожи. Если это настолько вредный механизм, откуда? Значит, с видом загорелой кожи это известно. Это такая ужасная шутка Коко Шанель. До Коко Шанель было принято, что женщина белая, благородна и богата. Если вы помните, если посмотреть фильмы, которые рассказывают о жизни дореволюционной России, то женщина была в шляпе. Женщина была полностью закрыта. И вы знаете, когда я готовилась, я посмотрела статистику. Практически очень маленькая заболеваемость меланомой – это мусульманские страны. Это же не потому, что там нет ультрафиолета, это потому, что это закрыто. Поэтому эта мода, она просто должна уйти. Просто должна уйти, чтобы не наносить вред населению. Потому что любой загар, а до тех пор, ну, намажьтесь средством для искусственного загара, кремом, который не вызовет никакого повреждения ДНК, но окрасит вашу кожу в приятный коричневый цвет. А что, вот эти все кремы для загара – это фикция? Для защиты? С разными уровнями защиты там. Не-не, это все замечательно. Если вы все-таки вынуждены пребывать на солнце, а вынуждены мы пребывать на солнце в нашей полосе где-то вот примерно 5-6 месяцев в году, то на открытой участке надо использовать фотозащитные средства. И если говорить о косметике, омолаживающей, то единственный работающий крем – это фотозащита. Как вы относитесь к детским кремам? Говорят, что для детей, в общем-то, должна быть косметика лучше, но по факту это не выглядит так. Ну, вообще в целом, ваше мнение? Детская косметика, как и любые препараты, разрешенные для детского возраста, это то, к чему более пристальное внимание. В детской косметике практически всегда отсутствуют красители, отсутствуют ароматизаторы, и там очень серьезный контроль в плане процессов окисления, прогоркания этих препаратов. Вы знаете, профессионально мы используем детскую косметику, не знаю, скажу так, французскую детскую косметику. Это высший пилотаж. Это действительно то, что испытывается, проходят клинические испытания, ин вива, ин витро, и доказывается, и до того, как попасть на рынок, там, конечно, проходят очень многоэтапные проверки. Детская косметика – это безопасность. Там хотя бы мы знаем, что будет все в порядке в плане безопасности. Вы начали говорить про витамин D и солнышко. Объясните, пожалуйста, их дина связи. Значит, кожа, как орган, она не только защищает, она еще занимается и метаболизмом. И это действительно единственный орган в организме, который производит витамин D. Витамин D нам нужен по очень многим категориям, в том числе этой кости, их плотность. Витамин D, случайно его вообще назвали витамином. Вообще это вещество, которое очень похоже на гормон и обладает такой же гормональной активностью. Он же нам жизненно необходим. Мы находимся с вами в зоне риска, в зоне дефицита. Это очень дорогой анализ на витамин D. Но если мы сейчас все его сдадим, вот на сегодняшний день мы стопроцентно все окажемся в дефиците. Дефицит всегда плохо. Этот дефицит надо восполнять. Это культура восполнения витамина D. И она на сегодняшний день во всем мире решается на уровне государства. То есть в Европе, вот в Северной продаются продукты, в которые уже витамин D добавили. Это могут быть и хлопья, и детское молоко, и детское питание. То есть там просто на этикетке это профилактические дозы. И мы с вами можем эти профилактические дозы использовать, но уже в качестве раствора, купленного в аптеке. Это водные растворы витамина D. Там 1-4 капли в день могут быть в качестве профилактики. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, верите ли вы в омолаживающую инъекцию? Нет. И в гиалуроновую кислоту я тоже не верю. Я верю в сон, в качество воды, еды и хорошего супруга по жизни. Спасибо за доклад. Все было очень интересно. Вопрос, наверное, больше не к вам, а к организаторам. Как бы очень хотелось бы заполучить материалы, которые вы здесь рассказываете. Вижу то, что ведется видеосъемка. Расскажите, где можно будет потом все это дело получить. Спасибо. Видео и презентацию отдельно вы очень быстро получите в нашей группе ВКонтакте. А потом смонтированное все это будет на канале YouTube, на который есть ссылка тоже в группе. Здравствуйте. Спасибо еще раз за доклад. Действительно, было очень интересно. Вот такой вопрос опять же по поводу загара. Насколько я знаю, именно загорелая кожа – это больше западный такой тренд. Это там очень модно. В Азии, наоборот, светлая кожа, она считается как бы более красивой. И там даже существуют крема, которые как бы высветляют кожу. Вы что-то знаете про них? Что можете рассказать? Вредная. Куку Шанель родилась не в Рикшино. И для Азии она не авторитет. Совершенно и Азия, и вот я говорю, и мусульманские страны, и азиатские страны, они действительно реально понимают. Они не… Коллеги, дело в том, что загар – это не только рак кожи, это еще и фотостарение. То есть есть ультрафиолетовые лучи B длина, алуна длина. Так вот, если А – это канцерогенез, то Б – это фотостарение. Азиатские женщины не хотят стареть. А вы посмотрите на гречанку, которая делает сыр и сидит около своего дома. Этой женщине может оказаться на вид около 80, а по паспорту чуть больше 40. Да, вот это вот признаки фотостарения. Спасибо, Ирина Леонидовна. Давайте поблагодарим. Да. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ ОПЛОДИСМЕНТЫ ОПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...